всем добрый день суток рад приветствовать вас на канале миниатюры диорамы сегодня мы рассмотрим тонировку древесины то есть что то что нужно будет сделать под деревянную поверхность вообще вот этот плашка она сама по себе деревянная но я и закрыл черным грунтом по одной простой причине что сама фактура дерево которое идет обычно она не масштабно то есть если здесь вот пролить сейчас без грунта заливкой проливкой смывкой неважно то текстура дерева будет видна и для 35 масштаба она очень большая очень не масштабная и это будет выглядеть немного нелепо что я не знаю для этого нам понадобится древесный оттенок какой-нибудь можно в принципе взять и коричневый немного смешать с чем-нибудь красноватым совсем каплю и получится тот оттенок который нам нужен такой вот это что-то близко дункен гельбу написано что немецкий желтый как я понимаю неважно 122 валеха здесь уже все затерто не могу сказать даже номер по таблице и смывочка который уже практически вам во всех роликах у меня есть это вот этот дерево атака интерактив итак берем наш интересный оттенок древесный неважно там даже неважно темное светлое дерево у вас получится причем древесный мы делаем жидковатым чтобы черная подложка проглядывалась мы не будем полностью и закрывать надо этого делать итак берем наши древесные они немного разбавляем его чтобы он просвечивал наш черную подложку это даже наверное многое сейчас делал молодцы старик кстати вот эти вот кисти от travel уже почти два года просто неубиваемые она уже вся ободралась она двусторонне была здесь был другой какой-то ворс по-моему плоская и по волокнам начинаем и в чем прелести жидкой краски она где-то будет давать густой слой где-то будет давать менее густой слой где-то мы пройдем два раза и вот эта темная подложка она играет на контрасте она нам очень нужно преимущество древесины в том что она в себя впитывает часть где-то от центра начинаем потому что в центре это будет получается более насыщенная краям нет где-то с краю то есть все время начинаем краситься определенных разных мест чтобы концентрация краски была разная дает даст нам неоднородность цвет ну соответственно края тоже проходим с краями можно особо не морочиться они все равно не суть видны и сильно видны а вот именно сама поверхность моста она должна быть очень интересной потом понятно что это все будет запигменчиваться но нам сейчас не пигменты ничто пока не интересно сейчас мы занимаемся именно конкретно тонировка сами фото моста который уже изготовлен я приложу вот такая вот интересная у нас на данный момент уходит поверхность единственное можно еще конечно добавить где-нибудь местами то есть отдельные доски чтобы они там выделялись где-то не целиком допустим а частично то есть с этим цвету можно очень много обыгрывать что будем сейчас пытаться это сделать не хочется однотонности какой то можно было бы сделать конечно одного цвета все это потом просто пройти смывкой что даст нам небольшое состаривание но как бы будем делать так кстати вот на данный момент если где-то вот брать доску которая без смывки получается вот здесь на покрашен очень сильно напоминает корабельный настил какой-то который поставим под воздействием воды находится еще что можно еще разбавить нашу краску чтобы она была еще жиже и местами пройти те то те момент которые вот вам не нравится он уже не будет сильно менять оттенок будет просто приглушать этот контраст с черным где проглядывает грунт вообще техника банально не знаю насколько она конечно отражает реальность по поводу того как должен должен выглядеть мост какой-то деревянный пешеходный или или для прохода техники не имеет значения но пока пусть подсыхает подобного вида у нас на данный момент деревянной поверхности пока обратную сторону и прокрашу и так наш верхний слой высох сейчас будем заниматься проходить вот это вот смывочкой чтобы составить наше покрытие максимально и придать им более живой вид подобным образом сейчас это выглядит все вот в принципе может посмотреть уже довольно неплохо сейчас это все подсохнет станет более матовым высохла наш смывочка и сейчас мы немножко эту до доску обдерем наждачной бумагой так же рандомно для того чтобы не смешивать все цвета в один чтоб были просветы темные пятна подобного вида у нас стал мостик но не мостик вот это деревянная по поверхности очень живенько в принципе очень неплохо и сама методика она очень проста единственное можно еще взять черную ручку насколько я помню это она на черная ручка и где надо выделить расшивку между доской вот подобного вида у нас выглядит этот мостик это будет у нас спуск с мостика будет так установлен здесь будет мост я просто не буду диораму сейчас сюда в кадр тащить и вот подобным образом мы тонируем сейчас мы возьмем наш 122 и сухой кистью пройдемся чтобы местами высветлить для таких вещей я использую вот эту вот двоечку рублев плоскую для сухой кисти просто идеально подходит особенно размер маленький чтобы не переборщить я думаю результат довольно таки неплохой попробую макро сделать думаю тут достаточно будет вот подобного вида у нас деревянное основание можно пройти еще будет матовым лаком но она будет ни к чему потому что поверхность так довольно таки матовая можно использовать данную технологию при изготовлении пола и прочего только немножечко делать светлее так как древесина которая находится в помещении она все-таки имеет немного другой оттенок итак что нам понадобилось для создания этой деревянной поверхности какой-нибудь коричневый можно древесный неважно смывка под дерево 122 для небольшого высветления плоская кисть можно синтетическую и которую не жалко потому что для техники сухой кисти нужно отдельная кисть потому что испортится очень сильно ну и как бы и все и наши руки и получается вот такое покрытие всем кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новые видео ставьте палец вверх всем пока